Великий скрипач Давид Ойстрах, великий пианист Эмиль Гилельс, великий джазмен Леонид Утесов и даже певец Доминик Джокер всех этих столь разных музыкантов, список которых можно продолжать чуть ли не бесконечно, объединяет одно. Все они родились в Одессе. Это город с огромными музыкальными традициями, где проходил и популярный фестиваль Одесса Классикс, который теперь перебрался в Таллинн и другие города Европы. Наш сегодняшний гость Мелис Кубиц, соучредитель Одесса Классикс Таллинн и руководитель фонда культурного партнерства был одним из инициаторов переноса в эти трудные для Украины времена фестиваля в Европу и Таллинн. Мелис, добрый вечер. Добрый вечер. Одесса Классикс стартовал в Одессе в 2015 году и сразу завоевал популярность. Как вы познакомились с этим фестивалем? Постарался сразу из первых дней помочь с этого фестиваля и у меня была радость видеть, как развивалась эта идея. Потому что это был ответ к аннексию Крыма. И Алексей Ботвинов, учредитель фестиваля, хотел создать именно в Одессе такой европейский фестиваль международного уровня сразу. Поэтому очень быстро, как вы отметили, фестиваль стал расширяться. И первый фестиваль был пять дней, шесть дней, потом уже две недели и так далее. И много известных музыкантов вокруг мира. Джошуа Белл, Евгений Киссин, Максим Венгеров, Балина Осетинская. То есть очень много таких интересных музыкантов там было. Так что была возможность быть участником. После того, как фестиваль перебрался в Европу, как он проходил здесь, в Таллине? Первый год в Таллине было четыре концерта. В предыдущем году мы делали здесь уже восемь концертов. В этом году будет только один. Но какой? Но какой. Сейчас тоже подробно об этом говорю. Но помимо Таллина еще будут, уже были концерты и такой мини-фестиваль был в Цюрихе, Вильнюсе. Будет Луцерна, будет еще нескольких германских городов. Но только в Таллинн, только в Таллинн приезжает Валентин Сильвестров. 86-летний маэстро, украинский композитор, современный друг близкий Арва Пярта, приезжает лично на концерт 10 июня в эстонском концертном зале. Но как порядочный человек, он имел противодействие советской власти. Советская власть, как бы, отвечала взаимности. И как и Арва Пярта, Марва Пярта должен был эмигрировать. А Сильвестров остался в Украине. Да, его выгнали из союза композиторов. Но это никак не мешало стать его таким культовым и популярным композитором в Украине, а потом уже и в Европе и так далее. Моя строительница к нам из Берлина, если я не ошибаюсь. Да. Под вопросом ли был его приезд сюда, поскольку человеку 86 лет уже все-таки... Знаете, три поколения Сильвестров приезжают. Ответ был достаточно быстрый, оперативный и очень доброжелательный. То есть у него реально есть интерес приехать в Таллинн. У него здесь есть, на самом деле, множество творческих людей, с кем они сотрудничествовали. Андрес Мустанен туда ходит, например, Хортус Музикус, Вокс Кламантис, Яна Иктульо, конечно, Арво Перд. И многие эстонские коллективы и солисты играли десятилетиями производства Сильвестрова. Помимо Валентина Сильвестрова на сцену 10 июня выйдут и местные музыканты. Ну, выйдет ли сам Сильвестров, это будет видно только 10 июня, потому что официально его в программе нет, официально он будет в зале. Ну, будем надеяться. Мы, конечно, будем надеяться. Будет 6 солистов. Три солиста из Украины и три солиста эстонских. Молодой скрипач Ханс Кристиан Авик, пианист Каролий Авик, ячеллист Марсель Леханескиц. Оба, все эти три, это такие ведущие молодые музыканты Европы. И с украинской стороны, конечно, Алексей Ботвинов, Мирослава Гаторовича и Оксана Федосова. Это два последних, это скрипачи украинские, ну, Алексей, пианист. Он будет здесь почти 5 дней, то есть 4 полноценных дней точно будет здесь. И мы очень надеемся, что он найдет для себя возможность здесь приехать в Лауласма, центр Арвуперта, и намеченная еще как минимум одна очень высоком официальном уровне встречи, которая будет ясна, когда уже все будут здесь. Но очень надеемся, что да, что именно, что непосредственные люди, которые придут на концерт, и журналисты могли бы с ним общаться, потому что будут исторические такие пленки на будущее. Хочется пожелать, чтобы все прошло, как и запланировано. Спасибо. Приходите 10 июня в концертный зал Эстонии. Спасибо, Утеха. Спасибо. По мнению украинской интеллигенции, во время войны культура и люди ее представляющие имеют даже большее значение, чем во время мира. Творцы озвучивают то, что на сердце у людей. И фестиваль, проходящий в Европе, в том числе и в Таллине, не только дает силы украинцам, но и усиливает у европейцев уверенность в необходимости поддержки этой страны и ее культуры. Так что до встречи на уникальном концерте Одесса Классикс. А мы переходим к другим темам.